Впереди Киргизия. Виталий Витальевич рассказал, что вы первый номер будете играть. Изначально понимали, что едете в сборную как первый номер? Ну, я от вас только это слышу сейчас. До этого не знал. А как свой статус, в принципе, ощущали в команде? Чувствовали доверие, что на вас действительно рассчитывают на первом номере? Ну, прежде всего, я чувствовал уверенность в себе. Ну, и чувствую. Поэтому, в принципе, просто готовился к игре и смотрел, какой расклад будет. Я ничего не загадывал. Про сборную Киргизию вам уже как вратарю рассказывали? Кто-то из нападающих, как бьет, от кого ждать опасности? Уже как-то изучили соперника. Ну, именно вратарской теории по Киргизии не было. Была только общекомандная. Знаем, как защищаются и атакуют. И какое в целом у вас впечатление о сборной Киргизии? Поскольку это сильная команда, мы ее редко видим в деле. Ну, я думаю, что это команда, которая есть там какой-то свой стиль, что пытаются играть в футбол. И наша задача не дать им это сделать. Смотри, сборная тренируется фактически сейчас для товарищеских матчей. Команда отстранена от отбора на чемпионат Европы. Как вы концентрируетесь, как вам помогает, как вы стараетесь концентрироваться в этой ситуации? И что вам помогает переживать эти времена, когда сборная отстранена от матчей официальных? Ну, я принимаю и понимаю ситуацию, которая сейчас происходит с нами. Это было логично, что мы будем отстранены и непонятно, когда это закончится. Но для футболистов вообще я считаю, что важно получать опыт игр на разных уровнях, международный уровень. Игра за страной – это, безусловно, большой опыт. И те игры, которые должны быть в карьере каждого профессионального футболиста. И поэтому у меня только положительные впечатления от того, что у нас все-таки получится сыграть товарищеский матч. Вчера Виталий Кафанов сказал, что по потенциалу наиболее близок к игре Локенфееву вы наиболее близки к игре Локенфееву за последние годы. Вот нет у тебя каких-то опасений, что твои лучшие годы могут пройти вне больших турниров сборной? Что действительно ты талантливый вратарь, и ты многое мог бы показать на международных турнирах. Да, безусловно, мне хотелось и поиграть на больших турнирах. И мое становление вратаря как игрока национальной сборной только началось, и сразу такие события. И, безусловно, я по этому поводу думал и переживал, это неприятно, и хотелось бы, конечно, играть. Но я понимаю сейчас, что это не исправить. И мы имеем ситуацию ту, которую имеем. Будем ждать, будем смотреть на развитие ситуации и надеяться на то, что все-таки в каком-то обозримом будущем мы все-таки сыграем на официальных матчах. Матвей, как ваши вратарские сборки взаимодействия происходят? Насколько они сплотились, дружились? И как себя в войне, главное, почувствовать среди этих партнеров? Ну, я скажу так, что какой бы ни был набор вратарей, каждый раз, когда я приезжал, у нас всегда рабочая атмосфера. Есть какой-то отдельный вратарский коллектив, скажем так, в котором только положительные эмоции. И как бы понятно, что есть конкуренция, но прежде всего это поддержка. И мы понимаем, что мы одна команда. Поэтому в этом проблем нет. Все, кто находится здесь, я думаю, прекрасно чувствуют. Сужу по своему опыту. Нет, я смотрел за их кубковыми матчами. Там, там, Call to Drots. Да, это интересно, но сказать, что я хочу играть, ну, нет, наверное, нет. Не могу сказать. Виталий Тайвич Кафанов тепло отзывается о тех вратарях, которые приезжают на сбор национальной команды. Так он по-отечески к вам относится. А можете рассказать, что дает вам работа с Кафановым? Может быть, сказать тоже какие-то слова о нем, как о человеке? Потому что он обычно всегда так хорошо говорит о тех, кто приезжает в сборную. Виталий Тайвич, это большой человек и опытный вратарь, который может помочь советам не только на поле, но и как-то по жизни. Он хороший наставник именно на поле. Очень много вещей, о которых ты не задумываешься. У человека уже есть на это ответ. И видно, что он всегда работает. Допустим, приезжаем мы на сбор, у нас есть традиционная теория, где показывают ошибки каждого вратаря в чемпионате. Где-то разбираем, какие-то моменты уже видели, какие-то новые. И все это на общей теории мы разбираем. И видно, что человек работает не только в клубе, но думает еще и про сборную. И я не понимаю, как он находит столько времени. Потому что очень большая работа, очень большой труд проделывает. И я рад, что работаю с ним. Может быть, какой-то эпизод, который вы рассматривали в последнее время, на что он обращал внимание? Что-то из вратарской кухни, если можете, расскажите, пожалуйста. В последнее время мы разбираем больше игру ногами. Посмотрели голевые передачи, посмотрели предголевые передачи вратарей, которые были уже в этом чемпионате. И смотрим, какие закономерности есть и что нужно делать для того, чтобы максимально помогать своей команде в атаке. Это примеры игры вратарей только в российском чемпионате или в принципе вообще? Ну вот в последний раз мы рассмотрели именно... Была папка отдельно российского чемпионата, Но также есть передачи и европейских вратарей. У Виталия Витальевича есть картотека, назовем ее так, не только российского футбола, но и европейского. И когда мы смотрим какие-то ошибки, закономерности, он без проблем может указать на эти же ошибки у европейских вратарей. И это показывает то, что нет идеальных вратарей, и у всех есть на чем работать. Кто, по-вашему, за вратарей сейчас лучше всего играет в пас? Да, честно, не знаю. Врать не буду, не знаю, без разницы. Приглавное время, как общается, что пенальти и штрафный удар вам пробивать, просто сегодня увидели, что Ломаева пробивал, подсказывает. Кому пробивал? Ломаева. Не знаю, мне забил, главное время. Ломаева не забил, кстати. Ну, значит, лучше меня. Как часто это происходит? Мы уже выучили определенную технику. Это оно редкое, но уже удар слабенький, если честно. Кафану говорят, что он 9 с 10 забивает. Но сегодня я видел один из двух. Мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.